Практику применения мер административной ответственности и грядущее изменение законодательства обсудили сегодня у президента. Тема на слуху постоянно. Во-первых, из-за статистики. За неполные пять лет зафиксировано 16 миллионов нарушений, к ответственности привлечены 3,5 миллиона человек. Административные санкции в более чем 80% случаев касаются безопасности дорожного движения. Вместе с тем, наказания не всегда справедливы. Президент подчеркнул, главный критерий работы не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактика и реальное сокращение проступков. Результаты. Совещания станут основой для работы экспертной комиссии, которая предстает усовершенствовать порядок и условия привлечения к административной ответственности. К июлю следующего года соответствующий законопроект должен быть на столе у президента. Казахстан отмечает День независимости. Страна провозгласила государственный суверенитет 28 лет назад после распада Советского Союза. По случаю национального праздника в Нур-Султане и других крупных городах проходят торжества, фестивали и ярмарки. Завершатся народное гуляние фейерверком. С Днем независимости президента Казахстана Касымжа Марта Такаева поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко выразил надежду, что дружественные отношения между Минском и Нур-Султаном будут и впредь укрепляться. Беларусь занимает первое место по количеству наград международного конкурса стран СНГ «Искусство книги». За 16 лет проведения форума наши издательские проекты получили 151 диплом, из них 9 раз взяли гран-при. Только в этом году у белорусских книг 8 первых мест из 11 номинаций.